Здравствуйте! В эфире область экономики, программа о деньгах и финансах и обо всем, что с ними связано. В студии Елена Шеломенцева. Смотрите в выпуске. Насколько газовики пополнили бюджет региона? Кого планируют переобучить в ближайшие пять лет? Какая купюра самая подделываемая в Преамории и что за памятник архитектуры выставили на продажу? Почти на 2 миллиарда рублей пополнили газовые проекты областную казну в 2018 году. Большая часть средств поступила от строительства газоперерабатывающего завода под Свободным. По оценкам специалистов, в 2019 рост налоговых поступлений еще увеличится. Это связано с пиком работ на объекте, которые придутся на этот год. Как сообщает Пресс-служба регионального правительства, за 9 месяцев 2018 года от Амурского ГПЗ газопровода «Сила Сибири» в бюджет региона поступил 1 миллиард 700 миллионов рублей. Помимо прямых налоговых отчислений, реализация проектов дает рабочие места и подряды местным компаниям. Треть всех организаций, задействованных в строительстве данных объектов, региональные. На строительных площадках трудятся более тысячи амурских специалистов. Безусловно, такие проекты, они абсолютно новые для нашего региона. И налоговые поступления, которые дают проекты, на сегодняшний день уже значительны. Так, за время реализации проектов в бюджет региона поступило свыше 4 миллиардов рублей налоговых платежей. При этом за прошлый год, за 9 месяцев 2018 года, мы получили 1,7 миллиарда рублей налоговых платежей от этих проектов. Поэтому, конечно, это существенный вклад в развитие экономики региона, так как эти налоговые платежи служат определенным стимулом для создания социальных объектов на территории региона. Освоят новое. Амурчане предпенсионного возраста смогут получить дополнительное образование и пройти профессиональное обучение. Проект соответствующей программы разработали в региональном управлении занятости населения. В ближайшие 5 лет в Преамуре планируют переобучить около 1700 предпенсионеров. Из них почти 300 уже в этом году. Общий объем финансирования составит больше 133 миллионов рублей. В основном это средства федерального бюджета. Для обучения граждан предпенсионного возраста органами службы занятости был составлен перечень профессий приоритетных, по которым будет проходить профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста. В основном это профессии в сфере строительства, в социальной сфере, здравоохранения, образования. Была проведена большая работа с образовательными организациями на предмет организации профессионального обучения в образовательных организациях. Составлен реестр образовательных организаций, которые готовы сегодня уже принять граждан предпенсионного возраста для профессионального обучения. Граждане предпенсионного возраста это граждане за 5 лет до выхода на страховую пенсию. Участвовать в программе могут граждане, как работающие, так и те, кто ищет работу. Для граждан это будет совершенно бесплатно, потому что финансирование, я еще раз повторяю, осуществляется большая часть за счет федерального бюджета в рамках федерального проекта «Старшее поколение». В период обучения гражданам предпенсионного возраста будет выплачиваться стипендия в размере минимальной заработной платы, умноженной на районный коэффициент. Средний период обучения будет не более трех месяцев. Первые курсы стартуют уже в марте. Узнать более подробную информацию и записаться на обучение можно в отделениях центра занятости по месту жительства. 168 тысяч неработающих амурских пенсионеров в январе получат прибавку к пенсии. Индексация составит 7%, что в два раза выше прогнозного уровня инфляции. Но у каждого повышение будет индивидуальным, предупреждает пресс-служба регионального отделения пенсионного фонда. Увеличенные выплаты в среднем на 1000 рублей получат пожилые люди, прекратившие работу в сентябре 2018 и ранее. По данным ведомства, сейчас в Преамуре проживает более 200 тысяч получателей страховой пенсии, из них 80% неработающие. Прибавку им стоит ожидать уже в январе. Однако у всех пенсионеров она будет разная. В зависимости от размера пенсии. Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации. Пятитысячная купюра – самая подделываемая банкнота в России. Об этом пишет ТАССа, ссылка на пресс-центр МВД. А вот в Преамуре своя статистика. У нас мошенники предпочитают двухтысячные. Всего за 9 месяцев 2018 года по всей стране из оборота было изъято около 30 тысяч поддельных монет и купюр России и других государств. Большинство фальшивок выявлено в Москве и Подмосковье. Среди лидеров также Санкт-Петербург, Ленинградская область и Краснодарский край. В Амурской области в 2018 году был зафиксирован 31 случай сбыта платежных фантиков. Из них ровно половина двухтысячные банкноты, 8 купюр номиналом 5000 рублей и 3 по 1000. По всем фактам возбуждены уголовные дела, фальшивки изъяты. В августе прошлого года в отдел полиции областного центра поступил ряд сообщений об обнаружении банкнот с признаками подделки. Они выявлены при пересчете денежных средств в обсеке, банке, магазине и других организациях и предприятиях. Согласно заключению эксперта, изъятые банкноты не соответствуют образцам аналогичной продукции, выпускаемой в ГУП ГОЗНАК. По фактам сбыта поддельных денег возбуждены уголовные дела. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области совместно с Благовещенскими коллегами в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух граждан, подозреваемых в совершении данных преступлений. Это жители областного центра. В ходе обысков у них изъяты поддельные купюры номиналом 1, 2 и 5 тысяч рублей. В общей сложности фигурант обменяется 11 эпизодов преступной деятельности. В настоящий момент они заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Оценили 80 миллионов рублей. В Благовещенске продается памятник архитектуры. Историческое здание расположено на улице Шевченко. Ранее в нем располагался торговый дом Косицыных, купцов первой гильдии конца 19-го – начала 20-го века. Сейчас популярный ресторан. Объявление о его продаже появилось на одном из сайтов. Двухэтажный памятник архитектуры возведен в 1891 году. В 2014-м его капитально отремонтировали. Общая площадь строения свыше 600 квадратных метров. Высота потолков почти 4 метра. Как отмечает автор объявления, площадь здания можно использовать практически для любого вида деятельности. Главное – соблюдать требования к сохранности исторического фасада. На станции Ксениевская и Забайкальской магистрали открыли восстановленный памятник в честь завершения электрификации дороги. Стеллу установили к профессиональному празднику – Дню энергетика. Подробности в сюжете. Станция Ксениевская. Именно здесь в декабре 1994 года протянулись финальные метры контактного провода главного хода Забайкальской магистрали. В честь людей, позволивших электровозам пойти по самому протяженному звену Транссиба, была установлена памятная Стелла. Суровые условия вечной мерзлоты со временем не выдержала бетонная конструкция. Из-за просадки грунта памятник был демонтирован. Осенью этого года железнодорожники решили восстановить Стеллу. Если посмотреть на Стеллу, какая была и какая есть, мы увидим, что была она из бетонных плит. На сегодняшний день это облегченная конструкция, чтобы не было таких случаев больше просадки грунта. Дорожно-конструкторское бюро разработало новый проект. Был расчетный счет. Открыли. Ну и, соответственно, все, кто был неравнодушен, посильную помощь носили. В итоге, значит, вот мы смогли набрать нужную сумму на восстановление данной Стелла. Электрификация Забайкальской магистрали началась в 1971 году. Почти за четверть века контактная сеть покрыла около 2300 километров дороги. На втором рождении памятника электрификаторам присутствовали и ветераны отрасли, которые своим трудом позволили магистрали перейти на электротягу. Дистанция была большая. А в основном-то запомнил все трудности вот этих годов, начиная с 85-го, 88-й год самый трудный был. Но запоминающе в основном это 94-й год, когда на этой же станции произошло электропоездок с запада и с востока. Их труд вдохнул новую жизнь в Забайкалье и Преамурье. Благодаря строительству тяговых подстанций десятки прилегающих к железной дороге населенных пунктов получили надежное электроснабжение. По случаю восстановления Стеллы и в честь Дня энергетика ветеранам магистрали вручили памятные подарки. Мы считаем, что как раз вот те кадры, которые сегодня необходимы железной дороге, молодежь, школьники, учащиеся, должны видеть подвиги наших тружеников, ветеранов, отрасли. Ветеранов помним, занимаемся всей социальной программой для того, чтобы работников привлекать на железную дорогу и с ними вести дальнейшее продолжение трудовых подвигов на благо нашей Забайкальской железной дороги, так и России в целом. Напоминать молодежи о трудовых подвигах железнодорожников будет новая Стелла. А коллектив магистрали в ближайшее время намерен завершить еще один крупный проект по электрификации. Перевод на электротягу южного хода дороги. На этом у меня все. Пересмотреть программу можно на нашем сайте amurobl.tv. Если у вас есть интересные темы для наших сюжетов, звоните по телефону, указанному на экране. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин